Предлагаю всем-всем присоединиться к нам! Городской парк – это традиционное место встречи сотрудников магистрали в День железнодорожника. В этот раз торжества начались с мини-спартакиады. Спортивное общество «Локомотив» в этом году отмечает 80-летие. Железнодорожники могли потягать гири, поиграть в волейбол, сразиться с грайсмейстером в шахматы, пострелять из ружья или лука. Поводов для массовых гуляний на самом деле больше. 120 лет со дня учреждения профессионального праздника и 145 лет Приволжской железной дороги. Именно поэтому по всему парку разместили стенды самыми яркими страницами истории магистрали. Люди у нас золотые, несмотря на то, что железные дороги, они стальные и железные. Справились со всеми задачами, которые ставит перед нами государство, компания, руководство области. Мы сегодня уверенно идем по выполнению всех бюджетных качественных показателей. А это основное то, что дает возможность сохранять рабочие места. Более того, даже на отдельных участках мы прибавляем. На двух площадках была подготовлена концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Саратова и области. Лучшие работники отрасли получили заслуженные награды. Старшему механику Сергею Долбунову, например, вручили благодарственное письмо от руководства региона. Я устроился на работу после армии в 89-м году. Пришел монтером. В 2002 году поставили меня старшим электромехаником. И вот с этих пор я работаю старшим механиком. Ну, непосредственно на одной дистанции. В списке награжденных несколько десятков человек. Руководство дороги уверяет, благодаря мастерству и ответственности работников отрасль продолжает свое развитие. Роман Гальперин, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.